Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Примите сердечное поздравление с началом великого и спасительного для каждого из нас поста, Святой Четыридесятницы. Великий пост – это особое время воздержания, молитвы, покаяния и духовного делания, в котором святые отцы особое место уделяют богомыслию, то есть рассуждению о Боге через чтение богословских трудов и книг Священного Писания. За богослужениями в будние дни Святой Четыридесятницы Евангелие не читается, и поэтому мы с вами имеем прекрасную возможность внимательно рассмотреть священную евангельскую историю. Первое, с чем сталкивается читатель Четвероевангелия – это родословное Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Генеалогией Сына Божия начинается Евангелие от Матфея I по порядку из книг Нового Завета. Также родословную Спасителя приводит в своем тексте еще один евангелист – Лука. Сегодня мы рассмотрим генеалогию Иисуса Христа согласно двум этим авторам. У евреев такие генеалогические таблицы были в большом почете. Во многих семьях они тщательно сохранялись, особенно после того, как Ирод Великий, сам не будучи евреем и не имея собственного списка достойных предков, приказал сжечь родословные книги, хранящиеся в храме. Многие люди в современном мире, не говоря уже о древности, пересказывают друг другу историю своего рода. И, к сожалению, многие из нас из-за распада семей вследствие переселений, революции и войны потеряли свои корни и не знают своих предков дальше одного-двух поколений. Евреи особенно ратовали за сохранение своей генеалогии. У них были на то основания. Бог дал вечное обетование Аврааму и его потомкам. И во время войн, вынужденного изгнания и массового геноцида они хранили свои воспоминания и крепко держались своей родословной. Матфей начинает свое повествование с перечисления предков Иисуса Христа. И такое начало вполне естественно. Но Лука помещает родословную в конец третьей главы, после рассказа о схождении на Господа Святого Духа на Иордане и перед испытанием в пустыне. Почему он это делает? Возможно, потому что он хочет показать, что Иисус связан крепкими узами с человеческим родом. Бог только что назвал его своим сыном, но Христос еще и настоящий человек. В ряду его предков находятся Адам, Авраам, Давид и многие другие прославленные и совсем неизвестные имена. Там есть герои, а есть и грешные, и недостойные люди, хотя Евангелист Лука не заостряет на них внимание, как это делает Матфей. Свою книгу Евангелист Матфей начинает с перечисления имен от Авраама до Иисуса, всячески подчеркивая мессианский характер родословный, где главные предки Иисуса – Авраам и Давид. Лука добавляет в свое повествование генеалогию Спасителя через Авраама до Адама, и от Адама до самого Бога. Таким образом, Иисус назван Сыном Божьим и становится вторым, а точнее сказать, новым Адамом. Им завершается прежний человеческий род и начинается новый, когда все верующие во Христа усыновляются через Спасителя самим Богом-Творцом. Вероятно, Лука помещает родословную перед испытанием Христа в пустыне по той же причине. «Адам не выдержал искушения, а новый Адам не поддался на соблазны дьявола». Но расхождения в Евангелиях между Матфеем и Лукой на этом не заканчиваются. Так, например, список предков в период от Авраама до Иисуса Христа содержит у Матфея 41 имя, а у Луки – 56. В период от Давида до Иисуса почти все имена отличаются. Матфей делает Спасителя потомком Давида через наследующую престол ветвь Соломона. Лука же ведет его происхождение от другого сына Давида, которого звали Натан. Даже Дед Иисуса назван по-разному в этих Евангелиях. У Матфея – Иаков, у Луки – Или. И это только часть противоречий, их на самом деле гораздо больше. Есть несколько объяснений этим различиям. Так, например, раннехристианский писатель, историк Юлий Африкан считал, что причина различий в том, что евангелист Матфей всегда указывал юридическое отцовство, а Лука приводит имя физического отца в случае ливератных браков. В XV веке была предложена иная теория, где говорится, что Матфей дает родословную Иосифа, а Лука – родословную Марии, которая по церковному преданию тоже была из рода Давида. Дело в том, что существовал такой еврейский обычай усыновлять зятя в том случае, если дочь является единственной наследницей. Этим можно объяснить разницу в именах дедушек Иисуса Христа. Но как тогда объяснить, что с древних веков отцом Девы Марии поминается Иоаким, а евангелист утверждает, что Или. Мы только можем предположить, что это было второе имя праведного Иоакима, но стоит признаться, положа руку на сердце, что на некоторые вопросы ответов у нас нет. Стоит отметить и принципы, по которым организованы родословные у двух евангелистов. Матфей сам указывает следующую структуру. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Интересно, что некоторые толкователи идут дальше и разделяют родословную по Матфею не на три, а на шесть групп, и, соответственно, не по 14, а по семь человек в каждой, видя в этом определенный символизм. Такой же символизм видят и в генеалогии по Луке, где представлено 77 имен, то есть 11 групп, а 7 человек. Таким образом, число 7, как число полноты, играет в родословной Христа особую роль. В конце рассуждения над этими двумя отрывками Священного Писания хочется отметить важность родословной нашего Спасителя, которую дают евангелисты Матфея и Лука. Она раскрывает для нас, от кого Христос принимает плоть и какую миссию он должен выполнить на земле. Будучи царских кровей, сыном богоизбранного народа, он в своей жизни воплотил идеалы всего человечества, спасая ценой своей жизни всех своих прародителей до Адама, а в Адаме спасая каждого его сына и дочь, то есть каждого из нас, дорогие братья и сестры. И главное, не отвергнуть это спасение. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи!